друзья здравствуйте я спешу к вам развеять осеннюю хандру новым надеюсь очень жизнеутверждающим гаданием что случится в октябре мы имеем с вами в виду октябрь 2022 года который уже начался и начался тоже достаточно неспокойно если вы ищите поддержку не можете найти то вот вам пожалуйста поддержка карт поддержка высших сил какие благословения ждут вас в этом месяце что такое благословение это благие слова которые вас напутствуют на такие же благие дела надеюсь и гадание будет четырех вариантах пожалуйста выберите свой для того чтобы вам было легче выбирать я сегодня принесла камни камни принесла ну или кристалл давайте начнем по порядку для первого варианта это будет колода таро что за карта перевернется попробуйте испытайте свою интуицию что за карта перевернется это таро мухи а по двойка пентаклей но неплохо это первый посыл колоды для вас все сойдется сойдутся концы с концами времени сил денег на все хватит это такая подсказка если вы хотите захотите выбрать первый вариант если вы сейчас ощущаете нехватку и так для первого варианта вот для настройки я предлагаю розовый кварц розовый кварц камень то весьма весьма популярны есть мнение что он самый распространенный минерал на земле вообще потому что из розового кварца состоит песок и вот то есть считать что это такая но немножко крупненькая песчинка перед нами розовый кварц для чего используется в я имею ввиду в энергетических целях он используется для защиты от сглаза и порчи выбирайте первый вариант если у вас сейчас есть такие подозрения что возглазили этот камень потом что еще он увеличивает интуицию и говорят что если вы предрасположены то розовый кварц постоянно если будет ваш спутник то вплоть до дара ясновидения дойдете вот это тоже розовый кварц ну вообще на востоке розовый кварц считается таким вот безусловным лидером и среди камней для намагничивания разных любовных отношений это считается камень любви то есть мы все понимаем что вообще камни для чего используют камни минералы вот эти кристаллы зачем люди некоторые знаете полные сумки таскают с собой каждый день разных кристаллов не могут с ними расстаться для чего это делается действительно камни как самые древние предметы вещества существа на земле естественно да то есть когда-то никого ничего не было вот эти вот все как камешки то уже были они очень намагничают реальность соответственно вот они притягивают то что вы там задумали загадали то есть функция их когда мы говорим об их свойствах это именно намагничивание реальности каждый камень это такой своего рода магнит итак розовый кварц для любви тоже если ваши вопросы к этому месяцу к этому октябрю связаны с любовью любовными отношениями приключениями если вы ищете любовь чем кстати знаете любовь не обязательно вот романтическая такая а это имеется ввиду и любовь родительская любовь и платоническая в конце концов любовь коллег если вы сейчас именно этим занят если вам любви просто людей партнер каких-то знакомых коллег не хватает свечку я новую зажгу здесь вот посмотрите вот этот розовый кварц должен вам понравится итак розовый кварц интуиция любовь для второго варианта это будет колода испанская таро моя любимая давайте тоже попробуем проверить вашу интуицию раз уж мы они так заговорили что за карта перевернется угадает кто-нибудь из нас давайте я я загадаю свою 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 сейчас я скажу так я загадала вы опа я почти угадал я загадал карту суд на одну на один аркан ошиблась то есть а здесь два загадала 20 выпал 21 ну так тоже неплохо неплохой результат испанская таро сами по себе очень энергичные карты я предлагаю именно для второго варианта вот этот вот самый ну синий оникс так его назовем на самом деле камень этот вот до конца опознать мне ты вот не удается не знаю я думаю что это оникс голубой лесене его называют по крайней мере я похожу на такие прожилки ониксовые какие-то будем считать что синий оникс вообще это камень а полководцев вождей то есть понятно он притягивает к носителю но соответственно к вам если вы выбираете сейчас его этот вариант притягивает авторитет притягивает ну некую харизму которая привлекает людей и дает способность управлять другими людьми а еще я думаю что вот именно синий оникс очень связан с телом с телом человека и он гармонизирует приводит в какое-то равновесие тело и разум вот если вас подводит тело сейчас например если у вас скажем проблем эмоциональных нравственных ментальных нету да а есть физические проблемы если у вас много планов вы знаете что делать но физически не справляетесь с нагрузками до бывает такое много работы например или какое-то недомогание вот то тогда выбирайте вот этот вот синий оникс он кстати очень гармонирует с гаммы в которой вот это вот здесь карты нарисованы это испанская таро видите но я знаю что предлагаю поэтому вот так итак власть и сила телесная это синий оникс может быть третий вариант карты этим как они называются статьи посмотрю 2 висконте я думаю судя по рубашечкам карта переворачивается паш мечей до паш мечей мысль новость открытие или разговор остренький разговор который на что-то раскрывает ваши прекрасные глазки тоже можете выбрать третий вариант и для него вот этот вот камень ну это нефрит всем известны да вы его угадали нефриты бывают очень-очень разные но характерная здесь есть вот этого целёная краска говорят что все нефриты абсолютно у нас все какие мы только с вами в жизни можем наблюдать из китая потому что вот там очень жирно они родятся ну или родились конечно когда-то очень давно во времена большого взрыва добывают их в китае там же в китае их очень активно используют мы просто буквально буквально для всего в чем смысл нефрита как талисмана вот если вы выбираете себе какие-то камни кристаллы для как талисмана значит смысл нефрита в том что он ну притягивает добродетели так скажем вернее он активизирует добродетели человеческие вас вот если вы сейчас считаете что вы недостаточно добры кому-то если вы считаете что у вас не хватает щедрости там душевные или какой-то материальный если вы считаете себя буквально недостаточно добродетельным человеком вообще список человеческих добродетелей конечно огромный бесконечный ну то есть улучшить себя вот с нравственной точки зрения если вам кажется не знаю есть такие люди нет если вам кажется что вам не хватает совести например то используйте нефрит вот а не хватает верности не хватает храбрости не хватает чувства справедливости или добросовестного отношения к делу может быть не хватает какой-то порядочности честности как правило люди про себя такие недостатки не замечают и на этот случай как раз нефрит хорошо работает и с вашими с вашим окружением то есть считает что если вы носите нефрит то вы тем самым провоцируете и окружающих людей добродетельно к вам относиться щедро быть щедрыми к вам быть справедливыми к вам вот я думаю что на работу всем вот такой вот нефритик неплохо бы носить до чтобы начальство было справедливо и не обижалась премиями это будет третий вариант у нас ну и 4 самый неоднозначный самый наверное интересный самый интересный потому что у нас здесь вишневый кварц вишневый кварц это двоюродный брат вот этого розового кварца но знаете чем он отличается от всех вот этих вот предыдущих камней кристаллов дело в том что это искусственный минерал искусственный то есть камни плавят да да люди до этого уже докатились и вот в такой розовый кварц добавляют киноварь по моему это вот такое соединение ртути алая бывает и получается вот такой вишневый кварц то есть это камень то натуральный он из натуральных компонентов но он искусственный при этом не путать синтетическими да он искусственный вот тем менее очень активно конечно тоже используется и сила его энергетической не меньше от того что он был грубо говоря сварен людьми вот и этот самый вишневый кварц он для для активизации желания то есть это как бы камень страсти для этого наверное его и сделали вот и таким вот красненьким камень страсти он подходит тем кто мечтает вызывать страсть в своем сердце вот если у вас апатия если вы прокрастинируете никак не возьмете за какое-то дело вам ничего не хочется то тогда вот берите и выбирайте этот четвертый вариант и выбирайте для себя в качестве талисмана вот такой вот вишневый кварц потому что он делает носителя обладателя своего хозяина страстным то есть пробуждает желание энтузиазм вы будете активнее рваться во все стороны хвататься за разные занятия пробовать разные вещи то есть этот камень наполняет же ла желание ощущается что он очень активно используется в ювелирной промышленности потому что считается что именно вишневый кварц сильно сильнее других камней привлекает внимание к тому кто его носит представьте ну тут правда я не уточню носите ли вы его открыто например в виде кулона на шее да либо если он у вас будет вот где-то в кармане тоже это привлечет к вам внимание ну смотрите сами делайте выводы сами и так вы выбираете вариант сейчас такое вступление с камнями прошу прощения получилась немножко долго гадание надеюсь будет содержательнее короче для люб если вопросы ваши про любовь то рекомендую я не настаиваю только лишь рекомендую тут все ваша интуиция должна вам подсказывать если ваши вопросы про любовь то первый вариант розовый кварц если ваши вопросы про карьеру и вообще вот какую-то эти статусность содержимое карьерное наполнение социальное наполнение жизни то это второй вариант и соответственно вот этот вот синий оникс если ваш вопрос про доброту людей по отношению к вам или про вашу собственную самый философский наверное у нас здесь подход идет то это не фрит и если вы хотите чтобы вас заметили хотите привлекать внимание это камень очень творческим людям подходит все значит что у вас заметили что вам аплодировали где-то на сцене например чтобы вы выделялись среди своих конкурентов или каких-то коллег в общем если вы хотите быть страстными и заметными тот этот ваш четвертый вариант пожалуйста и так благословение карт тару мухи для первого варианта для всех кому понравился вот этот вот розовый кварц для всех кто хочет наполнить свою жизнь любовью ну или хотя бы симпатии и так благословение карт для вас настройтесь получить предсказание карт получить пророчество о судьбе именно для себя постарайтесь сейчас отвлечься от ненужных каких-то хозяйственных мыслей от этих вот мимолетных наносных эмоций вам нужно включиться сейчас вам нужно по-настоящему представить свою жизнь представить свой месяц может быть представить свои цели о чем бы они ни были а мы совсем надеюсь коротенько чтобы вас в эти сложные времена не занимать надолго мы с картами расскажем про ваш октябрь я не сомневаюсь что он будет прекрасному карта кстати тоже мне практически мое предположение утверждают с чего вы начинаете месяц вот она начала потом будет развитие конец здесь мы тоже оценим кто или что вам может помешать и кто или что может помочь советы такие но главная карта конечно это вот основа оракула такая эта карта мир 21 аркан который завершает ряд старших арканов колоде тару соответственно первое слово вашего октября и она такое крупное крупной большими буквами где-то написано знаете такой вот баннер из облаков над вами это завершение то есть предполагается что октябрь для вас очень во многом месяц завершающий вы завершаете какие-то проекты социальные творческие личные проекты связаны с телом здоровьем это может быть конец учебы окончание это естественно то есть по-другому быть не могло вы отучились выпустились например или вы отработали по контракту какую-то какой-то срок по договору и выпустились тоже освободились потому что контракт у вас закончился то есть этот октябрь в целом спешит разделить вашу жизнь на до и после мир предполагает вот некое ваше перемещение во первых географическая то есть это конец жизни например на одном месте в одной стране или в одном городе или конец ваших поездок в определенный конец города определенный какой-то офис то есть вы скажем так переезжать иногда мир предполагает тоже переезд но более в метафизическом смысле то есть переезжают скорее ваша голова и сердце в какие-то другие потребности что ли и там ипостаси это первое завершение второе значение карты это конечно же гармония вот представьте что какой бы ни казалось вам сейчас ваша жизнь разрозненной или странной тем не менее это тот сценарий который прописала для вас сейчас судьба даже если вы с кем-то ругаетесь возможно вас увольняют или напротив не увольняет но лучше бы воли ли потому что заставляют делать что-то не то если вы например запутались даже в отношениях каких-то личных то вот представьте так тому и быть так это быть и должно потому что все равно это какое-то проявление высшей справедливости в отношении вас приветствуйте дороги соглашайтесь совсем абсолютно совсем что предлагает вам судьба но и старший аркан в основе гадания выпадает расклада то есть этот месяц не пустой не проходной не случайный он действительно в каком-то смысле обнуляет почему обнуляет потому что с вы знаете что свято место пусто не бывает и когда старшие арканы заканчиваются старшие арканы снова начинаются потому что это не замкнутое кольцо это спираль после 21 аркана карты мир непременно наступает опять ноль приходит нулевой аркан и образуется такое начало поэтому этот октябрь конечно очень многим из вас принесет смену работы смену места жительства но естественно родная работа заканчивается да как 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 старшие арканы заканчивается они же начинают точно так же одна работа заканчивается и другая начинается нет смысла оплакивать то что уходят потому что здесь это не происки темных сил вас лишают успешности или к каких-то карьерных ожиданий и точно так же смена дороги смена партнера может быть смена имиджа в конце концов смена учебного заведения или смена даже профессии в более масштабном каком-то смысле карта благословляет вас мы же просим благословения благословляет вас на буквально следующее пусть у вас хватит мудрости пусть у вас хватит философского подхода на то чтобы принять то что вы не можете изменить похоже что октябрь у вас полон вот этими событиями эмоциями разговорами которые вы не можете изменить вы совершенно не властны над ходом событий что идет к вам извне то есть что какую реальную помощь поддержку предлагают вам ваши ангелы-хранители сейчас помощь материальная шестерка пентакли вам тут выпадает то есть может быть поддержки вот такой вот моральные поглаживание по головке и жалостливых слов не будет зато сейчас вселенная вокруг вас собирается чтобы вас материально одарить этот месяц идет поэтому такой закрывающий долги так скажем шестерка пентакли эта карта милость или милостыни она называется по ней в офисе один человек раздает деньги другим и здесь каждый получает свое потому что и вот эти нищие тут не буду проводить обидных параллелей кто есть кто кто нищий кто богатый но вот эти вот нищие на картинке они получают монеты это такой эквивалент выше справедливости то есть этот богатый человек который рассыпает перед собой золото это по сути ангел которого прислали высшие силы чтобы вот эти нуждающиеся ну закрыли свои базовые потребности поели оделись но не надо забывать что здесь милость или милость они в обе стороны работает то есть сам факт что эти люди забирают вот у этого излишки это уже показательно это говорит о том что он тоже много чего задолжал вселенной тоже много чего задолжал ему тоже нужно сейчас вот так вот отдать чтобы получить то есть карта не крупный но с глубоким таким вот философским смыслом и обращайте внимание что она всегда про деньги всегда не слишком большие поэтому не нужно роптать на судьбу а чё это мало дали да он соседям то больше нет вам в плане денег этот октябрь даст достаточно и необходимого то ровно столько чтобы вы заплатили там свою ипотеку заплатили за школу ребенка за садик второго ребенка чтобы вы внуку купили на день рождения там велосипед или что вы планируете ну то есть вот закрываются такие потребности практически без когда они не закрыты человек не живет да вот потому что не может стремиться к высшему и в какой для вас здесь совет какое благословение конечно же думайте о высоком думайте о лучшем о деньгах не забудьтесь как птичка божия не знает ни заботы ни труда то есть деньги придут вот ровно в том объеме в каком они сейчас с точки зрения вселенной вам нужно а вам нужно переключиться на будущее может быть на какое-то стратегическое отдаленное планирование может быть как раз вот и поменять эту самую работу сферу деятельности или учебные заведения или поменять дом знаете это такая момент карта как будто бы застают вас в момент крупного переезда застают вас вот в некой дороге в которой вы наверное немножко волнуйтесь хотя я особого волнения тут не вижу и при этом вас очень берегут вас очень берегут чтобы вы материально в основном не пострадали вот такой вот благословение кстати это очень хорошо и это интересно что и там где препятствие месяц у вас снова пентакли снова денежная масть вот мы договорились вроде бы про любовь говорить но вы знаете да всегда что эти две параллельные энергии деньги и любовь в мире существуют ну вот именно что параллельно до 2 раз сказала они неразрывно связаны и вы сейчас подумайте подумайте про вашу любовную историю будущую воображаемую или про вашу реальную как деньги влияют на ваши отношения сближают они вас с вашим партнером или наоборот разводят потому что конечно карты советуют вам быть практичны что может помешать вашему счастью в октябре а может помещать помешать могут помешать тоже деньги вот какой-то крупный денежный проект ведь и маленькие деньги берите и тратьте карты говорят маленькие то есть вот на закрытие необходимых потребностей а вот если замахнетесь например это же рыцари это все таки уже большое нечто если замахнетесь на большую покупку на какую-то крупную сделку отчуждать особенно если они с отчуждением сделка это связано если вы вложите с инвестируете куда-то деньги в общем если вы вскроете вы шкребите полностью свою кубышку и крупные суммы денег начнете метать видите мелкие суммы денег метайте и вам кто-то метнет а за крупные не берите потому что это станет препятствием к вашему ну скажем так личному счастью то есть каком-то смысле карты советуют остерегаться остерегаться собственных вдохновенных финансовых проектов может быть они не такие выгодные как кажется и плюс остерегайтесь людей остерегайтесь буквально человека рыцаря который к вам вот подскакивать на свои лошадки и куда-то зовет давай вложить деньги давай купи давай продай давай там объединимся бизнес какой-нибудь сделаем на твои ха-ха-ха как всегда это бывает то есть вот смотрите какие-то финансовые предложения вас ждут в котором не нужно верить хотя выглядят они очень добропорядочно то есть этого это не обман изначально какой-то для вас вы знаете и вашего октября открытый финал но расстроились вы конечно вы же хотели чтобы тут прям летавры зазвучали я бы сказала что все в конце октября ваша жизнь будет без проблем может и будет но по эмоциям по вашим чувствам этого не скажешь финал месяца вот именно эмоциональный финал ощущение ваше на тонком плане очень очень скажем так спорный две карты и обе про воду вам выпали то есть они особенно грозят особенно грозят тем кто водной масти вот если вы водный человек прям вот буквально водного знака солнце у вас это водном знаке то есть риск концу октября у вас буквально запутаться в собственных чувствах эмоциях это и луна тайна тайна то есть буквально вам придется отрастить какие-то тайны какую-то информацию которую вы не сможете огласить друзьям или родственникам и тайны соседствуют с разочарованностью по факту вот с объективной стороны месяц этот будет хорошим и закончится он хорошо по крайней мере никаких по крайней мере не гармоничных и страшных потерь вас не ждет месяц бесконфликтный месяц материально очень закрытый такой вот обеспеченный но по итогам растерянность растерянность может быть это ваша разочарованность вот в момент когда меняется жизнь многие испытывают разочарование от того что она меняется как будто бы не в ту сторону вот не в ту сторону куда вы хотели куда вы планировали а может быть это страдание о любви то есть ну как правило люди умеют вот так глубоко надолго и очень интимно очень чувственно расстраиваться вот на тему любви карт имеет отношение к любви действительно может быть как раз потому что ее так мало до в этом месяце получилось все было хорошо все что сбыться могло сбылось но тем менее это может быть ваша разочарованность от невнимания любимого человека например или от того что очередной месяц из вашей жизни прошел а вы так и не встретили любимого человека а может быть может быть может быть я так чаще всего говорю может быть это просто ваши гормоны просто гормоны понимаете наше настроение определяется по большим счетом ведь не внешними факторами жизненными а тем в каком порядке и количестве и какие гормоны вырабатывают соответствующие железы внутренней секреции у нас в организме вот об этом не нужно забывать что первично это работа гормонов для вас совет благословения карт для вас какой вот то что накатит а накатит разочарованность и хандра очень сильные в конце месяц но это кстати смена сезона тоже обусловлено холод тем тьма и так далее вот этому не верьте не верьте это очень быстро пройдет и самое главное предупреждение для вас в этот момент в момент вашей великой вселенской печали вот этой вот не наломать дров всегда этот момент в этот момент нужно уединиться с хорошей книжечкой и не выходить в люди для того чтобы скажем так не заражать вот этими вот своими меланхолическими соплями окружающих совет месяц но это тоже благословение крупно это насколько я вижу этапа жезлов будьте бодры знаете немножко карты же как и вселенная также как и некоторые противные старшие братья и сестры любят поиздеваться да над нами то есть говорят что неминуемо месяц чем-то вас разочарует и в то же время призывают вас оставаться максимально бодрыми жизнерадостными и браться за все новое возможно ваше спасение сейчас от от вот этой вот растерянности я не скажу депрессии от вот этой вот растерянности осенней ваше спасение это новое дело паш жезлов это новое дело то есть эта новость которая вас по-настоящему цепляет оригинальности и вызывает какой-то вот ваш энтузиазм и желание стремиться желание же а также паш жезлов это новый человек то есть карты советуют вам впустить свою жизнь нового человека наверное совсем не похожего на всех кого вы знаете и знали до этого это может быть какой-то даже далекий знакомый в интернете с которым вы сошлись ну например на почве каких-то профессиональных историй профессионального интереса то есть вот такие ответы дают вам карты такие благословения да многое меняется неизбежно что-то крупное важное ценное для вас в жизни завершится пусть она так и будет карта советует вам не беспокоиться за деньги и при этом не хвататься за какие-то несерьезные крупные вложения и сделки вероятно время для этого не пришло карты вам советуют не верить особенно в конце месяца то что здесь мы финал периода рассматриваем особенно в конце месяца не верьте вот вашей ах какой-то глубокой глубокой такой-то разочарованности и конечно же самое главное новое дело или новый человек а лучше и то и другое спасибо следующее гадание для всех кто выбрал себе вот такой вот синий синий оникс и карты 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 испанская таро постоянные зрители моего канала знают почему эти карты отличаются от всех других но вам я пока новым зрителям кто не знает я пока не скажу если дойдет до этого дела то вы сами видите если не дойдет то пусть это для вас останется загадкой которую раз которая раскроется например в следующий раз когда у какой-нибудь другой угадание будет меня смотреть а я напомню только что синий оникс для чего он нужен чтобы покомандовать вот если вас назначили недавно руководящую должность и вы прям не знаете как вам справляться с подчиненными как их убедить что вы достойны уважения и следования за вами носите с собой вот этот синий оникс он вот такой это камень вождей кроме того вообще такой приятный вообще красивый отчасти синий оникс я думаю имеет отношение к богатству как и все синие да потому что синий это цвет богатых людей захотите разбогатеть кстати помните что нужно носить синюю одежду именно она притянет к вам какие-то на порядок больше суммы и еще для укрепления тела подходит синий оникс то есть чтобы у вас крепче сильнее было тело но это речь не о здоровье и болезни хоть вот нет то есть камень этот для именно вот выздоровления не используют если вы болеете там другая схема другие амулеты талисманы ритуалы нужны это для укрепления тела здорового если вот такая вот но временная немощь знаете как бы вот просто нехватка сил и когда есть большие вот такие вот нагрузки скорее вот так вот так не от болезни не для исцеления и так небольшой расклад который нам расскажут с чего вы начинаете месяц скорее хотя на главной тенденции месяца что вам может помешать быть счастливыми кстати что-то помешает что вам помогает как одно и то же ведь это мы видим что всегда на любое событие явление даже впечатление нашей жизни это та самая палка двух концов да мы видим что позиции помощи препятствия карта с одним и тем же значением достается мы просим у карт благословение благословение понятно что это такое это вот такие благие слова напутствие которые успокоит расстроит не знаю но в основном должны помочь вам настроиться на какой-то правильно и так начинаем до шестерка пентакли открывает ваш месяц шестерка пентакли такая милая очень спокойная карта карта гарантийный талон она говорит о том что вы этот месяц этот октябрь начинаете с гарантиями уже то есть у вас есть та самая твердая почва под ногами вы знаете как и где зарабатывать вы знаете с кем и зачем дружить вы знаете на что вам жить кому вы помогаете и вы очень хорошо знаете от кого можете ждать помощь то есть шестерка на пентакли здесь это в каком-то смысле ваш собственный портрет на начало месяца на сегодняшний день явно никакие сомнения вас не мучают не грызут и у вас очень все посчитано если к вам кажется что это сейчас не так если вы все равно продолжаете чувствовать себя легкомысленными или беспокойными то как раз шестерка пентакли предлагает вам сфокусировать свое внимание на материальных ресурсах вам намного будет легче и понятнее ваша жизнь если вы сейчас хорошенько пересчитайте свои деньги причем как существующие уже реальные которые у вас есть на счетах так и виртуальные предполагаемые деньги это могут быть деньги например кредитные которые его могут дать если вы захотите что-то крупное купить это могут быть деньги например ваших добрых родственников у которых если что вы сможете сумму определенную занять если там на большую покупку например срочную не хватает или на какие-то срочные выплаты то есть карты колоды советуют вам начать октябрь беспристрастного и очень рационального анализа собственных материальных возможностей интересно что по шестерке шестерка пентакли люди активно обмениваются чем деньгами естественно поэтому сейчас в настоящий момент вам кто-то помогает деньгами или ну скорее и или и вы тоже кому-то должны помогать деньгами то есть заботьтесь о своем материальном статусе с которым кстати все хорошо и позаботьтесь еще о чьем-нибудь чужом это всегда вы знаете украшать жизнь и помогать что не давайте сначала с хорошего что хорошее что вам помогает быть счастливыми ощущать вкус к жизни конечно любовь двойка копков друзья это самая главная карта про любовь в колоде она говорит что в октябре вы не одни рядом с вами присутствует любимый человек вы составляете с кем-то пару чувство ваше абсолютно взаимный и вы действуете что называется сообща в любых любых делах и проектах первую очередь это любовь романтическая влюбленность там страсть как хотите ее назовите но сюда относится и любовь другая любовь дружеская или взаимовыгодное какое-то партнерство в бизнесе то есть основной вот за что зацепиться на что опереться чтобы эффективно прожить этот октябрь на одного прям человека на одного конкретно понятно что мы всегда окружены масса людей есть коллективы разной степени полезности и но здесь ваше счастье или спасение свет в окошке для вас один человек один человек которому ваше счастье и процветание настолько же важно как и вам понятно что если у вас уже любимый человек есть кто-то главный для вас в жизни то вы с кандидатурой определились понятно что это ваш муж или ваша жена жених или невеста ну и карты вот дают такое благословение благословляют вас благословляю вас дети мои вот так вот то есть на союз на любовь на поддержание друг друга и на то чтобы вы но поменьше разлучались делать все вместе сила месяца для вас в этом если вы сейчас пока что одиноки то вот нахождение пары для себя в каком-то самом главном вашем деле она может быть разное для кого-то это создание семьи главное дело для кого-то построение дома или бизнеса или какого творческого проекта то есть вот эта пара для главного дела не заставит себя ждать вы не остаетесь ни в коем случае в одиночестве вы вот прям по-настоящему сливаетесь единым целом в едином порыве с каким-то человеком и одного хотите тоже немножко с другой стороны карта это для вас совет до найдите этого человека не хотите никуда в одиночестве ничего не начинаете в одиночестве потому что есть тут очень подходящий с которым ваша жизнь станет намного намного счастливее и радостнее и что вы думаете я вам говорю что в этом месяце вам помогает любовь ну логично понятно любовь наверно для этого людям и дана чтобы помогать и так далее но дальше то а что мешает вам в этом месяце и представьте я вам тоже самое слово скажу тоже любовь карта влюбленный старший аркан падают вам на самом деле никакого заметно противоречия нету потому что вы знаете что это и поэты про это говорят что именно то что у нас взращивает и питает в жизни больше всего поддерживает что является для нас самым ценным и полезным то же самое нас и губит возможно мы прямо на наших глазах разворачивается такая драматическая сценка когда любовь перерастает в зависимость мы в моих программах вопросы ответы отчасти тему зависимости с вами затрагиваем любовь перерастает в зависимость представьте как вот один любимый человек вам очень сильно украсит жизнь и поможет в это время точно так же он же этот человек им этот октябрь может и разрушить вам и полностью разметать от другого человека это зависит от вашего партнера нет конечно от других людей нашей жизни вообще зависит очень очень мало раскроем такой секрет конечно это зависит от вас от того насколько вы правильно относитесь к этому партнерству к этой паре к этой любви насколько вы правильно себя ведете и насколько вы можете вот что называется остановиться и сохранять свои ресурсы сохранять там работу семью себя и так далее не растворяться вот так вот в паре то есть вообще-то очень выразительный портрет месяца выпадает вам правда очень выразительный во первых вот все карты о взаимодействиях здесь нет одиночество здесь нет ни одного совета про одиночество здесь нет ни одного скажем так благословение вам уединиться знаете в прямом или в переносном смысле отправиться в негу пустыню и там философствовать нет помогайте людям принимайте помощь объединяйте усилия с одним конкретным человеком и бойтесь тоже одного конкретно человека кстати в некоторых случаях предполагаю что это могут быть люди разные например вот это у вас будет новая любовь ну вообще двойка кубков надо сказать часто описывает новую любовь и новое партнерство а тогда вот это вот вот этот старший аркан карта влюбленный предлагает описывает вам старое партнерство бывшая например которая по-прежнему держит вас в тисках например какую-то создает тяжелую эмоциональную память для вас ну и вообще то есть предположим что вот это вот здесь карта описывает вашего нового а вот здесь карта описывают вашего бывшего и тогда понятно если это двое два разных человека кто-то вам украшать жизнь кто-то портит можем отвлечься здесь кстати от романтической любви тем более что мы договорились с синемониксом говорить про карьеру точно также карьеры эти карты касаются например здесь это ваш один бизнес партнер который вам безусловно помогает и смысл жизни составляет буквально в это время для вас а вот здесь вот другой бизнес партнер или какой-то другой клиент или бывший клиент который с такой же силой отравляет вам жизнь и как-то вам противостоит ну вот напомню что на самом деле никто нам другие люди никогда нам жизни отравляют мы это делаем только сами себе вопрос вся загвоздка только в том как вы к этому относитесь насколько вы умеете расставлять личные границы но понятно что вы на людях благословение это общение благословение карт благословение октября для вас это общение и у вас непременный старт нового проекта жизненного открывается непременный то есть вот здесь вот как бы итог финал месяца хотя знаете финал итог месяца он не обязательно прям в последний день октября это что там 31 число да он не обязательно прямо вот в последний день октября случится он может в любую дату но все равно это будет самый запоминающийся это самая красная дата в этом календаре в этом октябре для вас будет посмотрите нулевой аркан вместе с тузом жезлов это большое начало так скажем стараюсь с одной стороны выразительные какие-то слова использовать с другой стороны не слишком пафосные ну то есть это большое начало это ваш выход на работу например на новую которую вы очень стремились и стремитесь вы ходите с большим энтузиазмом и даже дорога какая-то образуется то есть это такая прямо работа с переездом или даже смена сферы деятельности это то на что вам трудно решиться мы же предполагаем что все-таки нулевый аркан карта шут всегда предполагает для вопрошающего некий риск если вы просто меняете одну работу на другую похожую вы же не боитесь и не рискуете подумаешь вы же там все знаете а здесь нечто большее это то но что трудно решиться это то от чего вас обязательно кто-то отговаривает вот как понять что в вашей жизни происходит что-то связанное с нулевым арканом как понять ну среди каких-то других выразительных признаков будет и вот этот непременно и обязательный вас от этого будут отговаривать вот обязательно найдется человек а скорее всего несколько которые будут крутить пальчиком у височка да и говорит да ты что никогда в жизни ты этого не делай туда не ходи этого не начинай на эту работу не выходи не открывай этот бизнес не связывайся с этим парнем не переезжай в эту страну не покупай этот дом то есть какой-то момент в октябре у вас будет вот приготовьтесь пожалуйста когда для всех окружающих 0 для нескольких некоторых окружающих будете выглядеть дураком безумным человеком вот но это вас не должно смущать знаете мнение других людей кто на это оборачивается тут как правило не пьет шампанского то есть ничего в жизни не достигает то есть от начала крупного проекта и карты благословляют мы сегодня спрашиваем благословение карты вас благословляют во первых на этот парный любовный союз и самое главное благословляют вас вот на такое великое начало старт резкий туз жезлов это самая энергетически насыщенная карта в колоде то есть это такой прям вектор это знаете на что похоже как лазерный меч как нет как как будто бы у вас в руки сгусток молнии представили себе да и с одной стороны и руки горячо и хочется поэтому побыстрее это все сделать чтобы от этого сгустка освободиться и с другой стороны это такая мощь это такая энергия это тоже от чего вот ник нельзя отказаться страстное 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 желание прекрасно и карта вам советует естественно этому желанию поддаться то есть вот это вот начать новое вы должны быть конечно же смелыми тем более что переживать не о чем каких карт нет нет конфликтных карт то есть карты не предупреждают о том что вы с кем-то поссорить что вам стоит бояться например там чьи-то нападок нет карт о потерях то есть получается что в этом октябре вы только приобретаете умудряетесь при этом ничего не потерять ну и совет конечно же для вас тоже благословение карт пентакли вы к пентакли небольшая карта но именно она вот в любой более или менее классической колоде тару нарисована особенно она вот так вот горизонтальные и смотрят ничего вам не напоминает ну конечно это знак бесконечности бесконечности поэтому двойка пентаклей глубокий философский смысл несет вам такое благословение для вас относиться легче к происходящим легче насколько бы это крупно не бы не было объективно то есть это выход на новую работу особенно если вы при этом переезжаете другой город или в другую страну это очень крупно да а вы вот найдите в себе настроение такого да чуть не сказала чтобы к этому легко отнестись и решиться и поехать и начать и то же время и забыть и отказаться хотя тут особых потери отказов для вас нет двойка пентаклей говорит о том что успокойтесь вам на все хватит сил времени внимание других людей денег на все хватит снизить важность знаете такой популярный очень совет часу психологов есть снизь важность и все из исполнится это испокон веку было известно как только вы перестаете придавать вот особое значение какому своему желанию она тут же исполняется двойка пентаклей совет для вас важный совет благословений снижайте важность происходящего плохо это хорошо выглядит зависит это от вашего выбора или это все только в лапа в лапках судьбы неважно умеете вовремя отмахнуться от своих страданий и переживаний там не знаю переключиться с работы на какой-нибудь легкий современный сериал то есть вот двойка пентаклей это как раз совет вовремя на всю и на вся махнуть рукой спасибо это гадание будет для вас если вам понравился вот этот вот самый нефрит и карты 2 висконте про нефрит хочу добавить что знал энергетическое значение энергетической ценности этого камня изменяется от того что именно из него сделали что именно из него сделано по крайней мере так считается то есть если вы приобретаете в качестве талисмана ну что ну рыбу например рыбу да вот фигурку рыбы из нефрита то она принесет вам богатство если вы приобретаете какой-то фрукт из нефрита вы там вырезанное яблочко что там персик мандаринка вот что то такое то это будет любовный талисман ну и так далее там много на самом деле вот этих вот тонкостей но различается различать не только камень еще и что из этого из-за них ангелов часто вытачивают ну цветы различные лотос и так далее в общем разберетесь итак благословение карт для вас мы договорились что нефрит и колоду 2 висконте выбрали люди которые сейчас нуждаются в добродетелях самых разных собственных или чужих в основном конечно чужих если вы признали что вам самим не хватает добродетельность и добродетельного поведения какого-то то я вас хвалю я вами горжусь да вот если вы признали что а я недостаточно честна например была недавно с начальством сама сбежала с работы а им не сказал то но это свидетельствует о высокой степени духовного развития у вас основном мы только про других людей можем замечать что они нечестные не смелые не добрые и так далее так благословение карт для вас карт немного но тем не менее с чего вы начинаете этот октябрь шестерки кубков шестерка кубков очень уютная карта добрая но скажем так не слишком крупный получается что она заверяет что уверяет что у вас все в порядке в основном в порядке у вас эмоциональная область эмоциональной сферы вы не нуждаетесь в какой-то дополнительной порции любви например или не нуждаетесь дополнительной порции внимания то есть встретили этот октябрь с душевным комфортом в каком-то месте которое вам приятные привычные среди людей которым вы вполне доверяете кстати шестерка кубков это некий прообраз символ бабушкиного дома вот например может быть вы на работу ходите так как в гости к бабушке с вареньем чтобы угостить любименьких коллег своих ну и на всякие такие вот чайные посиделки карта не слишком крупная то есть не на пике ваших возможностей не на пике карьеры мы вас застаем карта безусловно хорошие но как любая хорошая карта имеет слегка негативную оборотную сторону потому что вот этот вот душевный домашний уют о чем бы речь не шла кстати про любовь это тоже может быть он очень похож на застой то есть периодически мы должны проживать моменты ностальгические моменты некого возврата в тот самый бабушкин дом до или вот робу матери но потом все равно нужные зоны комфорта выходить и двигаться дальше вот кстати шестерка кубков как раз таки и описывает для вас зону комфорта то есть вы сейчас находитесь стартуете в этом октябре с зоны комфорта дальше уж сами смотрите пора вам на подвиги выдвигаться нет хотя нет карта об этом вам расскажет безусловно если ваши вопросы про любовь и разные любовные впечатления то ваша любовь сейчас похоже на на дружбу ну надо на дружбу или на родственные отношения то есть чувства есть чувством похоже что абсолютно ничего не грозит однако это не набор и не накал страстей кстати это же шестерка говорит что ищущим любовь да она говорит что возможно человек на которого вы положили глаз и которого мечтаете ну там допустим позвать на свидание или чтобы он вас позвал что этот человек к вам очень хорошо относится очень очень вам доверяет очень вас любит но любовь это такая братско-сестринская или очень дружеской а чтобы этот тенденцию эту преодолеть разорвать этот порочный круг вам придется нами что-то другое что-то новенькое придумать помощники благословения помощники до помощники октября рыцарь пентаклей очень хорошая крупная практичная карта рыцарь пентаклей к вам спешит деньгами первую очередь деньгами то есть это крупные денежные проекты достаточно это выгодные покупки это просто регулярные хорошие доходы а может нерегулярные может быть какая-то случайная премия но достаточно для того чтобы вы возрадовались и чтобы вы вот прямо почувствовали что этот месяц по-настоящему ваш будете просто получать деньги в этом месяце вот так вот начнем с этого и в этом и успешность и покой и радость и все-все-все-все лучше вот это в месяц а ну как раз именно в деньгах то есть стоит сконцентрироваться на материальных каких-то чаяниях на материальных вещах а еще рыцарь пентаклей это бессловно человек который вот к вам спешит и в руках держит ну некий подарок вот этот золотой пентакль то есть это тоже прообраз например вашего начальника кстати что это начальник у вас какой-то достаточно молодой прямо прямо вот и не дедушка совсем начальник ваш который тут задумал вас одарите выписать вам какую-то крупную премию это может быть если у вас клиентский бизнес понятно что это может быть какой-то крупный жирный клиент который вам хочет заплатить на порядок больше чем платят остальные почему бы и нет такие бывают клиенты и то есть ну вот появление никого человека практичного выгодолюбивого но и такого который очень выгоден и полезен вам да этот человек может быть новый незнакомый доселе например новый работодатель до работодателей ведь для того и заводят люди чтобы с них денежки брать правда работодатели же нам больше ни для чего не нужны только когда они расписываются подписывают приказ о назначении заработной платы или премии вот как раз вот такой вот герой то есть появляется вашей жизни вот этот вот человек ну чаще конкретный человек реже это некий собирательный образ когда человек который вам дает деньги понятно что наверное за что-то за что-то и не просто хотя хотелось бы конечно чтобы просто тогда вот оплачивать работу услуги и все и деньги судя по всему хорошие потому что карта это очень очень крупная вот это ваш якорь вот это ваша та самая соломинка спасательная круг за которой вы в этом октябре пожалуйста держитесь знаете все может вокруг лететь в пропасть вокруг могут лететь в пропасть ваши отношения с собой или с любимым человеком могут там я не знаю какие-то планетарные проблемы быть но если вам продолжают поступать деньги и вам их хватает ну дальше вы знаете да то жизнь ни в коем случае не будет плохой вот а вам как раз деньги так тебя принесет интересно что вот эти двойственность вообще дуализм до дуализм прям вселенной проявляется здесь в картах причем уже в третьем варианте вот что будет хорошо в этом октябре тоже для вас и будет плохо деньги это хорошо и деньги плохо скажется ну как такое может быть на самом деле может быть потому что абсолютно всегда в нашей жизни самое лучшее для нас нас и губит собственно любое самое эффективное лекарство вы знаете если передозировать или неправильно принимать будет ядом позиции препятствия месяц это тоже благословение тут благословение совет подай вам пятерка пентакли карта дефицита и бедности и вот интересно что они такие разные хотя это одна масть то есть на вашей стороне то что помогает жить это большие суммы и щедрость не на вашей стороне то что мешает жить это жадность ощущение бедности и дефицит и неумение и нежелание делиться или признавать себя состоятельным и богатым то есть пятерка пентаклей это человек у которого нет знаете так это называется есть такое понятие психологии человек у которого нет то есть например вот как они пересекаются эти деньги и и вот эти деньги приходят к вам например да приходят к вам а вы экономите на себе и не тратите их на что-то жизненно необходимое а например ну припрятываете или куда еще можно как-то деньги день припрятать в основном на то есть пятерка я думаю в этой позиции в другом месте нет но в этой позиции расклада она вас очень просят не экономить то есть сэкономленные деньги уж ваши сэкономлены или спрятанные деньги если вы например спрятали кого-то не помогли вас попросили взаймал сказали а у меня нету да вот эти деньги точно не пойдут вам на пользу и с вами не останутся они канут в их не сохраните и они сами канут пропадут сгорят исчезнут в конце концов вы можете их просто потерять или у вас их украдут самое ужасное что вот эти вот пропавшие деньги или спрятанные таким своеобразным якорем камнем утягивают и вас на дно сомнения то есть эти мы здесь видим вообще-то портрет человека вот тут вот да в этом раскладе портрет человек портрет человека который не испытывая объективных материальных трудностей тем не менее их все время ждет и боится ждет и боится поэтому этот человек боится помогать родственникам и друзьям деньгами боится тратить на себя покупать себе там какие-то достойные вещи человек постоянно живущий страхи и с каким-то ощущением дефицита вот такими вам сейчас категорически быть нельзя вот запомните экономить не нужно вот это двойственное ощущение не знаю сталкивались вы или нет когда деньги с одной стороны приходят текут к вам в карман и таком ким жирным жирным ручейком и вы понимаете да что примут много идет денег а при этом вот чем их больше тема вам их жальче и тем вам кажется что их меньше что вам еще сильнее не хватает в этом есть какое-то рациональное зерно но сейчас вам это все имеет итог итоги да как же я не сказал это пятерка пентаклей насколько плохая для денег настолько же хорошие для любви и вот интересно что тоже впадает она вам позиции препятствия любовные отношения вот какие какие они у вас сейчас может быть будущие гипотетические до которые вы пока что для себя мечтаете придумали может быть отношения которые уже есть которые длятся они не то чтобы разоряют вас но они чему-то мешают мешают эффективности вашего месяца мешают вашему хорошему настроению конце концов мешают тому чтобы вы вообще потом по итогам года например сказали ах вот октябрь то как был хорош почему то любовь в препятствиях почему-то любовь и 5 когда бывают а любовь когда бывает любовь такой хороший в общем то дело в препятствиях у человека когда она превращается во что в зависимость когда любовь не обогащает а наоборот крадет ресурсы время здоровье нервы так далее вот подумайте подумайте конечно же потому что в принципе у вас вот если уж мы так предметно касаемся любви рыцарь пентакли это же мужской портрет то есть ждет одиноких и если вы одиноки до одиноких вопрошающих ждет новое знакомство с молодым человеком достаточно практичным возможно земной масти то есть это прямо вот телец девы или козерог может это самые лучшие люди как же иначе вот и человек этот выпадает к вам серьезными намерениями но вот как раз если это ваша история и это действительно описание вашего октября то следите чтобы это самая любовь такая крепкая доверительной не вот обернулась своей какой-то обкрадывающий расстраивающие стороны так теперь итоги октября итоги октября благословения месяца для вас опадают вам здесь кстати не так все в общем плохо падает вам здесь семерка жезлов и туз мечей семерка жезлов и туз мечей ваш октябрь ну я здесь говорю итоги месяца хотя не обязательно это прямо вот итоги то что случится именно в последний день 31 октября не обязательно нет итоги месяц может быть самое крупное событие месяц так скажем которые вы потом запишите и будете вспоминать это подвиг вот это вот вместе карты описывает ваш подвиг то есть семерка жезлов не несет идею конкурса конкуренции такой момент в котором вам нужно прям ну вот знаете победить кого-то обойти показать свою значимость показать что вы лучше всех а туз мечей это срочный поступок или опять же мы к психологическим термином все время переключаемся это ту самое резкое движение то есть вам вы в октябре сделаете резкое движение для кого-то это в самом скажем так драматическом варианте это прям приступ ревности карты описывать знаете вот приступ ревности когда вам вдруг показалось что скажем ваша значимость как бы попроще до сказать ну в общем если вам показалось что есть повод поревновать то вы можете резко поступить резко порвать отношения с вашим партнером а потом ревность ведь не всегда же связано даже я думаю реже связано с именно с любовью вот романтической а ревность чаще все-таки социальные у нас это общее гражданство например ревность может быть кому-то из коллег на работе если кого-то из коллег начальство больше любит и сильнее поощряет вот например если на ваших глазах изумленных глазах до начальство выписывает незаслуженную огромную премию коллеги вашей а вам ничего а вам наоборот зарплату резать вы же можете справедливо возмутиться да и сделать резко вот карты именно буквально это словосочетание нам предлагают сделать резко но это как предсказание так и совет для вас то есть это благословение карты благословляют вас на какой-то резкий поступок если вы например сравнили себя с коллегой которая получила премию и поняли что с вами обошлись несправедливо соответственно вы должны резко поступить ну что там уволиться до какой самый резкий поступок наверное уволиться из компании в которой вас не ценит ну и так далее это сравнение с коллегой это так для пример на самом деле поводов почувствовать себя обесцененным то в нашей жизни очень очень много поэтому вот такой сценарий вам карты здесь предлагают возмутиться за возгордиться озаботиться и что-то резко так отрубить ну то есть представьте вот то что туз мечей это же такой меч любое колюще режущие инструменты ваши руки которым вывод что-то что вам не нравится из своей жизни вырезаете выцарапываете вот отрезаете знаете обрубаете как будто бы и я не скажу что мы с картами вас отговариваем от этого резкого ухода нет как раз таки наоборот карта благословляют и говорят что если начало месяца у вас абсолютно уютно и комфортно и плюс продолжение месяца очень хорошая по деньгам то почему бы вам в конце месяца но не психануть почему бы нет позвольте себе уволиться с кем-то расстаться перекрасить волосы ободрать обои надоевшие поменять машину приехать в конце концов хотя напрямую дороге здесь у вас нету и совет уже для вас кстати совет прям продолжение видите как я сказал переехать уехать отказаться да все-таки отказ вот этот момент отказывать октябре вы сейчас не знаете вы сейчас под вибрациями шестерки кубков находитесь а под шестеркой кубков люди абсолютно ну знаете как сыр в масле его и тут и розовые очки тут и ощущение вот знаете какого-то такого младенческого внутриутробного комфорта на понятия не имеете что насколько резко этот месяц развернется насколько резко вам придется откуда-то уйти восьмерка кубков даже вам советует как раз уход уход конец заранее обреченного плана уходить не жалея уходить не позже а лучше даже раньше чем вас попросили мы вот это вот кстати часто не улавливаем этот момент когда вот-вот попросит а мы все еще сидим это знаете как уже сидеться в гостях до того момента пока вам уже напрямую хозяева не скажут они пора ли вам пора вот некий уход грустное прощание в октябре и карты вас на это благословляют благословляют вас на то чтобы вы спинкой повернулись к тому что вам в жизни сейчас не нужно к тому что вам надоело к тому что вас разрушает не развивать это уход до из любовной истории может быть это может быть уход опять же с работы или с какого творческого проекта творческого коллектива отказ от плана отказ от того что вы долго считали своим или во что сильно вложились спасибо всем мужчинам и зрителям да и женщинам тоже напоминаю известную старую китайскую пословицу кто хочет иметь хорошую жену тот должен научиться любить кошек вашему вниманию представляю колоду таро кошачий глаз здесь на каждой карте какая-то иллюстрации с кошачьей жизни вот грустная иллюстрация с кошачьей жизни вот ну допустим веселая иллюстрации с кошачьей жизни то есть все везде котики котики красивые карты замечательными вот такими вот рубашечками и вы выбрали судя потому что вы выбрали для себя вот этот вот вишневый кварц этот искусственный но не синтетический кристалл нежно-алого цвета он кстати очень разный в разном освещении вот я думаю что вы сейчас в камеру видите его совсем другого цвета чем вижу я живьем и так мы сделаем про вас вывод что вы сейчас нуждаетесь во внимание вы хотите привлечь внимание людей ангелов высших сил внимание чью еще там начальство внимание потенциальных женихов и так далее ну вот обязательно вы его получите для вас работает для вас мой сегодняшний вишневый кварц намагничивает пространство намагничивает карты а мы вместе с моей колоды таро кошачий глаз раздаем вам добрые и не очень советы и благословения октября безусловно октября пожалуйста настройтесь на гадание подумайте о том что вы хотите по-настоящему знать про себя про жизнь про свою судьбу карты все расскажут именно вам удивительно точно попадут в каждый малюсенький сегменте кармашек вашей судьбы если вы правильно задать эти вопросы если вы постараетесь карты также правильно слушать и так благословение октября для всех любителей вишневого карта небольшой довольно расклад у нас будет я думаю что содержательный судя потому что все-таки уже старший аркан пошли хорошие крупные карты не обязательно хорошую но крупные какие-то своеобразные расклад своеобразный я постараюсь конечно же максимально оптимистично но при этом не искажая так сказать природу карт вам об этом рассказать в центре гадания вам выпадает карта смерть бояться такого страшного названия абсолютно не нужно карта это обозначает всего лишь перемены ведь котик смотрит в окно и видит снег то есть закончился сезон закончилось лето поменялось он не может ходить на улицу как прежде хотел вот и все на самом деле все что означает карта смерть и получается так что мы застаем вас на момент гадания то есть начале этого октября в полосе больших перемен вот именно сейчас чуть-чуть вчера сегодня немножко завтра вашей жизни происходит что-то что эту самую жизнь кардинальнейшим образом меняет вот эти вот перемен это сейчас этого не нужно ждать конечно потом когда-нибудь с внуками зачем за чашкой чая вспоминаю октябрь 22 вы вспомните именно это событие именно эти перемены но все-таки это не пока не итог этого месяца это как раз можно сказать что его начало перемены смена работа смена дома смена в составе семьи или смена романтического статуса это я так мягко говорю но смена партнера например хотя если вы например расстаетесь с любимым человеком а нового в это время не заводите то это же не смена партнера правда это именно смена вашего как вот статус то есть этот октябрь очень меняющий а какое благословение у карта смерть конечно вам нужно примерить на себя шкурку ну такого вот фаталиста это убежденного фаталиста потому что карта это фатальная фатум это влияние судьбы это то что вы ни в коем случае не выбираете это что только лишь выбирает судьба карта благословляет вас на эти перемены и говорит что на все у божьей воли и чем меньше вы будете сопротивляться происходящему тем это будет лучше для вас естественные карты это описывает именно естественные перемены то есть если это смена работы то она такая вот естественная которую которую который вы долго шли и вы хоть и нервничаете сейчас тем менее понимаете что как прежде оставаться и не могло что в какой-то момент если не теперь то ну на месяц позже вас эти перемены бы все равно настигли да отдает от этой карты не к некой обреченностью согласно согласно но есть благоприятный смысл у нее то есть за этой зимой мы понимаем все равно придет весна на смену тому что уходит из вашей жизни ну при работа вам при приходится с работой например проститься так которую вы любили от которой много ждать но ей на смену же вы понимаете абсолютно точно придет какая-то другая и не худшая сейчас а в моменте преобладающие эмоции для вас все-таки какая-то прощение благословение карт карта благословляет вас благодарна относиться к потере вот так вот что вам поможет но конечно же конечно для вас найдется любимый человечек по каждую кастрюльку как известно найдет своя крышечка так она вас двойка кубков говорит в этом октябре найдется вам очень очень похожий подходящий герой с очень очень взаимными чувствами и двойка кубков советует вам силу черпать именно в партнерстве не ходить никуда в одиночестве не проводите время в одиночку будьте в паре будьте в паре с любимым человеком если он у вас есть помните да это великое стихотворение с любимыми не расставайтесь и если у вас этого человека пока что нету вот такого с которым можно вот так вот по кошачьи обняться и вот так вот видя сердечко хвостики сложить то вы обязательно найдите этого человечка откройте ваше сердце любви потому что знаете одиночество это же всегда только собственный выбор не бывает по-другому если вы одиноки жалуйтесь не жалуйтесь но мы это понимаем что вы по вам почему-то так лучше а вот двойка кубков всегда говорит нет не теперь когда-то когда-нибудь может быть прежде или после вы действительно многого добьетесь и будете счастливы в одиночку но сейчас вам обязательно нужен этот человек и 1 2 человек которому ваше счастье и благополучие также нужно как и вам самой и всем 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 двойка кубков описывает и обещает именно взаимные чувства трогательные нежные и одинаковые ведь кошечки здесь на картинке одинаковые вам достаются одинаково ищите человека любимого и будет вам счастье кстати просто так эта карта бы не выпала если бы этого человека ну не было бы рядом да если она выпадает это значит что стоит вам только оглянуться встрепенуться слегка поднарядиться ну и вообще просто раскрыть глаза и сердце как тут же вот это вот любовь появится конечно в первую очередь это романтическая любовь но и дружба или какое-то бизнес партнерство творческое партнерство тоже подходит не обязательно же всем романтику раздавать вот интересно что в позиции порепятствия месяца вам почему-то достается очень хорошая карта солнце представьте солнце это счастье это ясность понятность правда свет и тепло а у вас это солнце как будто бы мешает хорошим событиями подумайте что это может быть может быть вот этот самый ваш любимый человек просто уедет с родителями куда-нибудь загорать на целый месяц в какую-то жаркую жаркую страну а может не загорать может быть работать или учиться и тогда все хорошее солнце жара обернуться для вас лично конкретно точечно чем-то не очень хорошим или таким вот неожиданно вообще карта солнца в позиции препятствия советует вам или благословляет вас до избег на то чтобы избегать излишней ясности вот представьте то что помешает вам быть счастливой в октябре ясность наступление ясности в каком-то вопросе то есть заканчиваются сумерки заканчиваются тайны и какая-то правда очень оголяется становится такой вот очевидной вопиющий а вы может и не хотели эту правду раскрывать правда же да люди ведь часто выбирают незнание предпочитают незнание вот и что же практик на практическом уровне какой совет ну что не ехать не ехать вам жаркие страны наверное да отдыхать не ехать на жаркие острова вообще все что сильно теплое или даже горячее для вас сейчас вредно и опасно и даже излишний свет излишнее знаете такая вот освещенность какой-то темы какого-то вопроса нахождение на свету интересно что солнце вот насколько я по опыту личного гадания поняла очень часто карта это проигрывается буквально то есть вот на таком физическом уровне то есть если карта например солнца в позиции вред выпадает то человек может обжечься в солярии до пузырей или как-то неудачно в баню сходить в общем избегайте вот таких буквально горяченьких мест ну буквальном смысле переносном смысле это горяченькие разговоры к не ряченькие сцены знаете как есть поймали на горячим это так то есть вы можете кого-то поймать на горячим за ручку схватить а мой могут и вас конечно итоге октября это восьмерка кубков со шестеркой мечей но смотрите какое слово вам больше нравится тут уже давайте придираться к словам два слова выход или уход это вот действительно иностранцы не поймут конечно а нам понятно разница вот это выход а вот это уход но они вам уход с выхода попадает уход с выходом то есть мы поняли что перемен вот возьмем банально тот же пример с работы если вы уходите с работы с одной стороны вот он уход ваш вы обижаетесь вот смотрите ой как здесь как красиво нарисовано да вот это ваш работодатель в малиновой рубашечке и он прямо холит лелеет нового работничка какого-то про которого он еще не знает какую ему свинью то потом подложь да но сейчас он его очень любит и мурат вы обижаетесь и уходите от обиды а скорее всего вас работодатель сам попросил уйти вы уходите с большой грустью с камнем на сердце потому что вы от этой работы много ждали сильно в нее вложить это понятно с другой стороны это еще и выход видите уход выход а для вас это выход выход потому что как бы это не было неприятной ситуации но вы давно хотели уйти с этой работы потому что она вас не удовлетворяла она мешала вам творческие вещи какие-то развивать или просто далеко от дома и вам надоело ездить на метро постоянно то есть вот видите как грусть печаль депрессия потеря утрата и в вместе освобождение это выход из ситуации карты описывают любых травмирующих выход не который вы хотели это выход который скорее навязала вам судьба или вот другой человек да как вот этому котику он же сам бы не уходил из дома если бы вот тут вот это вот такого вот вот изобразия бы не случилось так и здесь так и здесь понимаете уходите ли вы с работы уходите ли вы из бизнеса уходите ли вы из дома в конце концов как этот котик из семьи я старательно обхожу такие муж сильно болезненные темы хотя наша жизнь полна такими потерями это же может быть и ваш уход из семьи или уход из партнерства из любви из каких-то даже крепких дружеских отношений с одной стороны вы к этому не стремились вас принудила судьба с другой стороны вас вот это все вам открывают какие-то новые прямо-таки завидные удивительно завидный горизонт понимаете поэтому тут все двояко двойственно мы видим что октябрь конечно многое прекращает ваша жизнь или не обязательно многое да скорее может быть что-то одно ту же самую работу допустим или любовь роман но вам это так развязывать руки это настолько новые завораживающие картины будущего вам несет что я бы сказал что этому стоит порадоваться но пока не порадуйтесь в целом карта благословляют вас здесь вот я уже сказала да спокойно перемены потери воспринимать да и в кризисе или в собственном уходе откуда-то в первую очередь искать возможности потери это все равно во всех случаях равно освобождение вот чего-то освобождаетесь а совет для вас вот интересный совет благословения для вас от вас нужен острый поступок какой-то внезапный резкий поступок как вот здесь вот на картиночке видно вам что изображено котик явно что-то очень очень резко сделал вот этот уж мечей вам выпадает то есть вам нужно решиться на что ну вот на этот уход как раз на решиться уже больше не спасать то что в жизни уже отмерло и стала ненужным каким-то и тормозящим то есть карты буквально благословляют вас на резкость вы должны быть резкими вот хотите не хотите очень разные мы конечно периода переживаем в жизни когда-то нужно ждать и терпеть иногда такого вовсе догонять да вот а здесь как раз похоже что время ждет именно вашего резкого внезапного внезапного решения и чем более срочно вы его принято примите это решение откуда-то уйти что-то бросить от чего-то отказаться ну то есть разнести прям в пух и прах какие-то в общем-то важные института собственной жизни вот чем срочнее вы это сделаете тем это получится ну скажем так гармоничнее потому что нет ничего хуже ну например перевернутого то за мечей когда человек внутренне очень долго и нудно на что-то решается тем самым буквально изводит себя истощает свое терпение очень сильно и конечно же взлет окружающих то есть карта говорит вам уходя уходи то есть она как бы благословляет вас действительно ну например уйти если уже жизнь к этому вот вас подвела чего-то отказаться может быть какой-то денежный проект не связаны с работами для большинства это я думаю там все-таки работы или что-то такое но это может быть и отказ предполагается от чего-то там не знают от заработков каких-то дополнительных или от сделки которые вы долго готовились например договаривались а там что-то кого-то предпочли не вам это может быть и благословение покинуть дом понимаете да то есть буквально покинуть дом отправиться в дорогу и уехать достаточно далеко кстати вот шестерка мечи ведь часто описывает дорогу дальнюю дорогу за море это смена границ пересечения границ смена государств смена континентов поэтому но вот такая вот решимость смелость дерзость злость даже пока от спортивной от вас сейчас нужно а мы вместе с картами вас поддерживаем и благословляем спасибо